Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлен 631 новый случай COVID-19. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно данным, в Бишкеке выявили 118 случаев. Город Ож – 89, Чуйская область – 81, Ворска – 74, Нарынская область – 13, Высокольская область – 94, Джалалабадской – 85, Баткенской – 50 и Талайской области – 27. Всего за весь период в стране зарегистрировано 35 143 случаев COVID-19. Из них выздоровели 24 474 человека. За прошедшие сутки скончались 17 человек с коронавирусной инфекцией с учетом внебольничной пневмонии. Тогда как всего с начала эпидемии в стране скончались 1364 пациента. Среди медицинских работников регистрируются новые случаи COVID-19. Всего за сутки зарегистрировано 32 новых случая. Из них в городе Ож – 9, Ворска области – 7, Джалалабадской области – 2, Высокольской области – 6, Нарынской области – 2, Баткенской области – 6. И общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 на сегодня составляет 2743 случая. Из которых за сутки с выздоровлением выписано 13 медицинских работников. И с домашней самоизоляцией выписано с выздоровлением 56 медицинских работников. Всего по республике выписано с выздоровлением 1664 медицинских работников. Тем временем министерство Кыргызстана начало работы по закупке более 800 тысяч противогриппозных вакцин. Как объяснили в ведомстве, с наступлением холодов в республике отмечается рост случаев заболеваемости ОРВИ, таких как парагрипп, аденовирус, реновирус и так далее. Добавим, что высокий уровень заболеваемости в стране отмечается ежегодно с октября по апрель. Поэтому Минздрав уже начал проводить тендеры на закупку вакцин. Кроме того, будет приобретена система, с помощью которой можно будет определить, какой именно вид гриппа бушует. Для установления этиологической структуры, какой у нас вид гриппа циркулирует ежегодно, по лабораторным данным, мы видим, какой вид вируса гриппа у нас циркулирует. Для того, чтобы установить этиологическую структуру, на сегодняшний день Министерством здравоохранения запланирована закупка тест-систем, реактивов для установления этиологической структуры гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В начале пандемии коронавируса ученые по всему миру предполагали, что вирус бушует в зависимости от погоды. Однако во Всемирной организации здравоохранения считают, что время года не влияет на распространение COVID-19, потому как этот новый вирус проявляет себя совершенно по-другому. Люди все еще думают о сезонах. Нам всем нужно понять, что это новый вирус, и он проявляет себя по-другому. Самое большое количество случаев заражения регистрируется в США, где сейчас середина лета, а также в Бразилии. Это экваториальная страна. В нынешней ситуации не стоит говорить о волнах коронавируса, потому что это одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать. Для того, чтобы побороть этот коварный вирус, все медицинские организации в мире в один голос твердят, что главный и действенный метод – это соблюдение социальной дистанции. Мирим Кубаначпек, Казыбек Туркалыков, Новость Ошпери. 30 июля в Кыргызстане был объявлен национальным днем трауров в память о погибших от коронавируса. Сегодня перед административными зданиями страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом были приспущены государственные флаги Кыргызской республики. В мемориальном комплексе Атабиит прошли поминальные мероприятия в память о гражданах Кыргызстана, ставших жертвами пандемии коронавирусной инфекции. А глава республики Сорунбай Джейнбеков направил обращение к кыргызстанцам в связи с объявленным днем национального траура. Уважаемые соотечественники, сегодня день национального траура в память о погибших от коронавируса в нашей стране. В этот день все крызстанцы будут поминать тех, кто ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции, выражать соболезнования и говорить слава поддержке их семьям и близким. Болезнь, охватившая все страны мира, принесла много горя к Кыргызстану. Мы потеряли своих граждан. Вследствие болезненные ушли из жизни родители, дети, родные и близкие многих кыргызстанцев. Страна понесла невосполнимую утрату. Мысль о каждом соотечественнике, ставшего жертвой коронавируса, болью отдается в моем сердце. Пусть земля им будет пухом, пусть покоятся с миром. Проносим глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Призываем их быть мужественными и стойкими. Просим терпения и силы Всевышнего. У всех у нас одна судьба. Все кыргызстанцы вместе едины. Каждый погибший кыргызстанец – наш соотечественник, близкий человек, родственник, друг, сосед или знакомый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кыргызстан в борьбе с невидимым вирусом также потерял своих граждан, многие из которых с первых дней эпидемии стояли на передовой для обеспечения безопасности населения. Среди таких отважных людей был командир второго взвода милиции лейтенант Чингизбек Оморов. Вирус стал причиной его кончины, когда ему было всего 32 года. Мы с самого начала оговорили своим сотрудникам, чтобы при проявлении признаков коронавируса немедленно отправились лечиться. Наш сотрудник Чингизбек подошёл ко мне, сказав, что неважно себя чувствует. Мы померили его температуру и отправили домой. И до последнего надеялись, что он поправится. Температура нет. Сегодня по всей стране семьи, родственники и близкие в день национального траура в Кыргызстане почтили память погибших от коронавирусной инфекции, общее число которых на сегодняшний день составило 1364 человека. Сейчас каждый человек, увидевший масштабы угрозы инфекции, понимает, что в борьбе с COVID-19 принимает участие каждый представитель человечества. Каждый день погибают люди. Мы теряем лучших бойцов, медиков. Они оставляют за собой маленьких детей. Несмотря на горечь потери, мы вынуждены терпеть и бороться дальше. Среди погибших от коронавируса есть также медики и сотрудники правоохранительных органов, которые отважно боролись с эпидемией с самых первых дней ее наступления. Среди таких героев оказался заместитель директора санитарно-эпидемиологической больницы города Ож Артакбай Иралиев. Он, как и все погибшие во время службы медики, до самого последнего вздоха думал о здоровье своих пациентов. Мой супруг Артакбай Иралиев не переставал ни на секунду думать о своих пациентах. Он очень близко принимал к сердцу проблемы с нехваткой мест для больных. Вдобавок у него были такие болезни, как гипертония и сахарный диабет. Во время работы он полностью от нас самоизолировался, чтобы не заразить свою семью. В день национального траура президенту Сурунбай Джейнбекову и всему народу страны выразили свои соболезнования президенты Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, глава Шанхайской организации сотрудничества, члены неправительственных организаций, а также представители посольств и консульств в Кыргызстане, пожелав терпения кыргызстанцам и выразив надежду на полное выздоровление всех тех, кто борется с этим недугом. В последнее время граждане страны в социальных сетях все чаще публикуют обращения с просьбой приостановить работу системы «Безопасный город». Особенно это касается волонтеров, которые оказывают помощь, доставляя заболевших в медицинские учреждения. Порой они бывают вынуждены нарушать правила дорожного движения ввиду нехватки времени. Поэтому полномоченные органы начали тесную работу с волонтерскими движениями, занимающимися доставкой больных до лечебных учреждений. В том числе и уточняются списки авто с госномерами, которые будут учитываться при решении вопросов и принятии постановлений. Государственный комитет информационных технологий и связи страны отмечает, что частные лица, которые были вынуждены нарушить ПДД в связи с доставкой больных или неотложных медикаментов своим родным, праве индивидуально обратиться с ходатайцем об отмене того или иного постановления, которое будет рассмотрено в установленном законодательственном сроке с учетом всех изложенных обстоятельств нарушения ПДД. Житель села Мангыт Араванского района Орской области вспоминает, как еще в советское время началось строительство больницы. Возложив фундамент, стройку забросили на 20 лет. И только в 2010 году государственная дирекция решила восстановить ремонтные работы, выделив для этого с бюджета 77 миллионов сомов. «Подготовили прибольничную территорию, достроили стены, работы шли до 2013 года, но потом все восстановили. Все жители этого села очень хотят, чтобы эту больницу в скором времени ввели их эксплуатацию». Строительство здания больницы в селе Мангыт завершено на 70%. Местные жители признаются, что особенно в период пандемии остро чувствуется необходимость оснащенного медицинского учреждения. «Эта больница уже много лет стоит просто так. Вот сейчас, во время экземии, разворачивают обсервации, стационары. Зачем делать что-то новое, когда у нас есть большая больница, которую просто нужно достроить?» «Хотелось бы, чтобы правительства обратили внимание на эту проблему. Нельзя забывать свое население, которое проживает в отдаленных регионах». В селе Мангыт проживает порядка 12 тысяч человек. На всех жителей здесь был развернут один дневной стационар в здании школы на 30 сколько мест. Но, как признаются сельчане, этого недостаточно, чтобы побороть вирус. «Сейчас у меня под наблюдением лечение получает 21 человек. В дневном стационаре мы можем лечить пациентов с лёгкой и средней формой коронавируса и вне больничной пневмонии». Сейчас в этом селе наблюдается рост заражённых COVID-19. Однако для полноценного лечения в местных стационарах нет необходимых условий. Поэтому местные жители, взяв ситуацию под контроль, своими силами построили кислородную станцию на 10 человек. «У нас есть обсервация, рассчитанная на 30 человек. Но ввиду отсутствия необходимых медикаментов и оборудования, нам приходится ввести больных тяжёлой формы в районную больницу». «Когда всё-таки завершится строительство Мангытской больницы, неизвестно. В районные администрации по этому вопросу уже дважды обращались в правительство. В местной администрации рассказывают, что при поступлении необходимых средств ремонтные работы сразу же будут завершены». «Строительство больницы началось в 2012 году. Сейчас вот на стадии завершения. По смете заложено 77 миллионов. Из них полностью профинансирование 65 миллионов. Сейчас вот ждём оставшиеся средства, чтобы завершить работы». Несмотря на то, что в районе эпидемиологическая ситуация считается стабильной, за время эпидемии здесь скончались 12 человек. Всего за это время коронавирусом заболели 441. Из них вылечились 180. Всего в регионе были развернуты дневные стационары на 290 койко-мест. Однако планируется подготовить ещё две обсервации, которые будут рассчитаны на 80 пациентов. Субтитры подогнал «Симон»